Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. В студии Алексей Лихман. Начинаем подробности. Концы в могилу. В столице похоронили адвоката Гробовского. Что знает следствие о его убийстве почти месячной давности? В Киеве сегодня попрощались с адвокатом российских ГРУшников Юрием Гробовским. Накануне его сестра подтвердила найденное в Черкасской области тело брата. Не станут ли похороны адвоката точкой в истории его убийства? Спустя почти месяц расследования удалось ли восстановить картину произошедшего? А главное мотивы? Выясняла Елена Зорина. В Киево-Печерской лавре собираются коллеги, друзья и родственники адвоката. Гроб привозят в закрытом церемонии отпевания. Без камер таково желание близких. Юрий был чудовым адвокатом. Высоким эрудованным профессионалом. Мы сегодня зазнали важные втраты. Я хочу показать солидарность нашего адвокатского сообщества с украинским. И показать, что мы считали Юрием нашим коллегой. Несмотря на то, что работаем по разным законам, состоим в разных адвокатских организациях, тем не менее он наш коллега. Поэтому я здесь. История исчезновения адвоката Гробовского похожа на остросюжетный детектив. Поездка в Одессу, оставленные в отеле вещи, посты в соцсети из Египта. Похожий человек в местной больнице. Неожиданное появление с неизвестным в киевском офисе. А после найденное в Черкасской области тело. У меня в голове не укладывается. Это интервью с сестрой Юрия Гробовского мы записали вчера после опознания тела. Накануне Ольга прилетела из Израиля. Рассказывает брат Мала, говорил о работе. Никогда не обсуждал дома ничего. Никогда не жаловался. Боже упаси. Он всегда был самый сильный. Было опознание специалиста по зубным коронкам. Тело очень долго пролежало в земле. Кожи практически нет. Свидетельство о смерти адвоката датируется 7 марта. В нем ни слова о выстреле. В графе причина смерти указана повреждение тупыми предметами. Повреждение головного мозга. Это переломы костей черепа. Следовательно, его просто забили. А то, что еще и есть выстрел, это уже, наверное, потом. Коллеги адвоката уверены, это связано с профессиональной деятельностью. В пользу этой версии видео, которое накануне распространили следователи. Его якобы записали убийцы. Обещаю, обязую прекратить, оказывать правовую помощь обвиняемому Александрову. Адвокаты продолжают свое расследование. В военной прокуратуре, которая ведет дело, от комментариев воздерживаются ранее. Объяснили почему. В этой справе есть продолжение. Я обязан с полных процессуальных подставок, а также и других обстоятельств, в дальнейшем обмеживаться от комментариев. Официально пока есть двое задержанных. Имеется информация о том, что они совершили не одно убийство умышленное. Скорее всего, они могут получить пожизненный срок. А вот и фотографии задержанных. Их опубликовала адвокат другого российского ГРУшника Оксана Соколовская. Один из подозреваемых, некий 26-летний Артем, который якобы и был в Египте с телефоном Гробовского. При этом, утверждает Соколовская, спокойно постила оттуда фото курорта. Она сомневается, что задержаны именно те. Но позже свой пост удалила. Сегодня говорить с прессой не стало. Похоронили Юрия Гробовского на лесном кладбище столицы. Елена Зурина, Василий Минощиков, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Судебный поход за мандатами. Выдворенные из Рады нардепы от БПП Николай Томенко и Егор Фирсов обратились в Высший административный суд. Первым свой иск подал Николай Томенко. Сделать это в понедельник готовится и Фирсов. Напомню, 25 марта нардепы Фирсов и Томенко, которые в феврале вышли из фракции БПП, лишились депутатских мандатов. Такое решение принял партийный съезд. Депутаты считают это незаконным и говорят, если не добьются справедливости от украинской Фемиды, обратятся к европейской. А самой Раде президент запустил таймер обратного отчета. Петр Порошенко заявил, коалиция должна быть сформирована в ближайшее время и счет идет на дни, если не на часы. Об этом сказал в Вашингтоне, выступая перед журналистами. Какие еще заявления сделал и чем завершился визит украинского президента в США, расскажет наш собственный корреспондент Тихон Зятко. Я думаю, что мы очень приближены до этого. И после повернения нам удастся сделать соответствующие заявления о формировании новой коалиции, поддержке пропозиции нового премьера и нового склада уряда. Мы не будем затягивать с этим процессом. Осталось точно не неделю. Мова идет про дни, або даже про годины. Если это действительно произойдет, то Киев ждет новая финансовая помощь от США и МВФ. Именно в этом Петра Порошенко заверили американские представители. В завершении визита уже после общения с журналистами еще несколько встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Польши Анджием Дудой. Китайского лидера Петр Порошенко пригласил посетить Украину. С польским коллегой Порошенко говорил о поддержке Варшавы в вопросе безвизового режима Украины с ЕС, а также о возможности активизации диалога между Украиной и НАТО. Напомню, в июле должно состояться заседание комиссии Украины-НАТО как раз в Варшаве. К украинскому тесту готовятся Нидерланды. Всего 4 дня осталось до референдума, на котором голландцы скажут да или нет соглашению Украины с ЕС. Какие настроения превалируют накануне голосования, выясняли наши корреспонденты. Голландцы оккупировали свой Крым. Показательную акцию в поддержку Украины провели активисты движения «Молодые демократы». В деревню Крым на севере страны вошли местные активисты во главе импровизированной колонны «Танк для игры в пейнтбол». Эта акция стала одной из многочисленных в поддержку ассоциаций Украины и ЕС. Поддержите Украину, проголосуйте за! А это уже украинцы. Группа студентов 5 дней агитировала голландцев проголосовать за на предстоящем референдуме. Они устроили своеобразный флэш-моб в центре Амстердама и общались с местными жителями. Этот парень ходил по поездам и рассказывал об Украине. Большинство голландцев мало что знают о нашей стране, и многие относятся к идее об ассоциации негативно. В этой стране, в Восточной Европе, происходит военный конфликт. Нам нечего там делать. Нам сложно быть совершенно беспристрастными, поэтому сложно предугадать исход голосования. Впрочем, многие из пассажиров, не сомневаясь, готовы проголосовать за ассоциацию с Киевом и даже читают стихи на украинском. А в Амстердаме в одном из старейших театров показывали кино об Украине. Фильмы «Одиннадцатый» Дзагивертова, «Русский дятел» Чада Грасия и номинат на Оскар 2016-го «Зима в огне». В Нидерланды прибыл и министр иностранных дел Павел Клинкин. Перед приездом он выставил свое фото с приветствием. Завтра министр вместе с украинскими политиками примет участие в велозабеге по Амстердаму. До решающего референдума в Нидерландах осталось 4 дня. Анна Гороженко, подробности, телеканал Интер. В оккупированной Горловке назревает техногенная катастрофа. Наша разведка сообщила, что на одном из заводов города произошла утечка химикатов. Жителям соседних сел покоя нет от активизировавшихся боевиков. Они который день не прекращают вести огонь. Подробнее наши корреспонденты. Ужас что было? Оно не кончалось. Всю ночь, весь день и все время стреляют. Мы ночь вообще не ночуем дома. Уже три месяца вообще не ночуем дома. О, пожалуйста, что делается. Ой, зайдите хоть за стенку. После массированного обстрела Зайцева боевики снова открыли огонь по мирным жителям. Изрытая воронками от снарядов тяжелой артиллерии село, снова попала под минометный огонь со стороны Горловки. В район Горловского ртутного завода враг стягивает технику. Стреляют в этом районе боевики провокационно. Пытаются выявить огневые точки украинских солдат. Достается мирным жителям. Между позициями противников село Ленинское. Заходить туда опасно. Можно наткнуться на вражескую разведку. Тяжелое вооружение запрещено. Но наши научились отбивать атаки врага даже с помощью простых автоматов. Командир хвастается. Вот такой элитный автомат Калашникова теперь на вооружении. Волонтер помог. Ручка сошки, лазерный целеуказатель, калиматор. Благодаря человеку этому, он знает, о ком я говорю, я ему очень благодарен. Все наши очень благодарны, потому что, ну, по факту, эффективность оружия возрастает во много крат. В самой же Горловке назревает техногенная катастрофа. По данным украинской разведки, на одном из заводов произошла утечка химикатов. Жители оккупированного города жалуются на головные боли и плохое самочувствие. Боевики же всячески пытаются скрыть аварию. Анна Диденко, Ирина Баглая, Александр Данилов, Николай Терещенко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Позднее зажигание. В Сарнинском районе Ривненской области, наконец, будет создан штаб для оперативного реагирования на ситуацию вокруг незаконной добычи янтаря. Сообщили об этом нацполиции. Решение сложно назвать своевременным, ведь еще в июле прошлого года президент требовал прекратить янтарный беспредел в области. И вот теперь в полиции, наконец, созрели с решением разработать комплекс мер для предотвращения конфликтных ситуаций. Напомню, последняя такая ситуация произошла три дня назад в поселке Клесов Сарнинского района. На месторождении Персидская гора, где работали старатели, нагрянула спецрота МВД. Люди встретили их агрессивно, перекрыли дорогу и начали забрасывать камнями. Не обошлось даже без стрельбы. Впрочем, кто открыл огонь, сказать сложно. Пострадали несколько старателей и 10 полицейских. Все они обратились за медпомощью. Сейчас вблизи места столкновений дежурят правоохранители. Взрыв в Одессе на площади Куликово поле. Есть пострадавший. Он в больнице с травмой руки. Произошло все сразу после митинга, посвященного памяти погибших в Доме профсоюзов во время пожара 2 мая 2014 года. Впрочем, и сама акция мирной тоже не вышла. Между представителями Куликово поле и активистами Евромайдана, которые пришли на место трагедии, завязалась словесная перепалка. После чего евромайдановцы выбросили цветы и лампадки, оставленные после поминальной церемонии. Куликовцы вернулись, чтобы отнести все обратно. И вот когда один из них поджигал лампадку и прогремел взрыв. По предварительным данным полиции, это был взрыв-пакет. Уголовное производство открыли по статье «Хулиганство». Виновным грозит до 7 лет тюрьмы. Мы назад понесем эти лампадки и снова их зажгем. Взрыв был такой очень существенный. В Кировограде не утихают топонимические страсти. Горожане восстали против второго варианта названия города, который им спускают из Верховной Рады. Напомню, в январе профильный комитет ВР предлагал кировоградцам назвать свой город Ингульском. Но те тогда вышли с протестами. Теперь предлагают новую версию – Кропивницкий. Большинство же хочет, чтобы город снова стал еле Советградом. Это показал общественный опрос, проведенный осенью прошлого года местными властями. Но вот в профильном комитете усматривают в таком названии имперские корни. Поэтому и остановились на варианте Кропивницкий, который, кстати, во время опроса набрал около 1% голосов. Вот что по этому поводу думает бывший губернатор Кировоградской области, нардеп Атапа Блока Сергей Ларин. Есть история. Есть город, который был назван 262 года назван в честь святой Елисаветы, Елисаветград. Я противник того, чтобы мы уподавлялись большевикам, которые переименовывали города, разрушали церкви. Речь идет не о переименовании города. И мы не имеем права не учитывать ни мнение жителей города, не исторические корни того или иного населенного пункта. На Мариупольском направлении не прекращаются обстрелы. За последние сутки ситуация крайне обострилась под Марьинкой. К позиционным боям там еще добавились и снайперские дуэли. Все подробности у нашего военкора Станислава Кухарчука. Со вчерашнего дня Марьинки неспокойно. Стрельба здесь не утихает даже днем. По нашим позициям активно работает группа вражеских снайперов. Стрельба продолжается более получаса, потом смолкает, но ненадолго. Такие позиционные бои в Марьинке уже привычное дело для наших военных. Впрочем, в последнее время боевики не так активны. Вероятнее всего, основные силы противник перебросил на другой участок. Причиной сегодняшнего обострения в штабе бригады считают месть со стороны противника. Нашим военным удалось ликвидировать одного из главарей боевиков. В целом же на Мариупольском направлении обстановка напряженная. В последние дни противник начал применять даже ствольную артиллерию. Подтянута техника боевиков, в том числе тяжелая, танки, БМП, БТРы, артиллерия, в том числе ствольная. И при попытке, скажем так, занятия исходных позиций будут приниматься адекватные меры противодействия этому. Чтобы остудить пыл боевиков, многое не надо, уверяют в штабе группировки. Сил и средств у наших военных для этого достаточно. Станислав Кухарщук, Вадим Ревун, Николай Кендротенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Новое противостояние в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона сообщает, из-за обстрелов потеряла 12 военных. Армянская свои потери не раскрывает. Есть жертвы и среди мирного населения. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении перемирия. С 1994 года, когда был установлен режим прекращения огня, это наиболее активные военные действия в Нагорном Карабахе. В связи с чем представители минской группы ОБСЕ решили собраться на следующей неделе в Вене на экстренное заседание. МИД Украины настоятельно рекомендует соотечественникам, которые находятся в этом регионе, немедленно покинуть зону конфликта. Скандал в Израиле. Солдат застрелил террориста и теперь военного обвиняют в убийстве. Имел ли он право стрелять на поражение? Об этом в стране спорят и политики, и правозащитники. Все подробности громского дела изучал Сергей Ауслендер. Теракт на улице в Хевроне. Обычное дело. Два палестинца с ножами атаковали солдат. Один нападавший был убит, другой тяжело ранен. Пока к месту добиралась скорая помощь, один из военных подошел к террористу и добил выстрелом в упор. Солдат утверждает, террориста не проверили саперы. На нем мог быть поезд со взрывчаткой, а значит мог прогреметь взрыв. По другим данным, араба как раз проверили. За несколько минут до этого и опасности он не представлял, а это уже больше похоже на убийство. Разразился невероятный скандал. Солдата тут же арестовали. По стране прокатились массовые демонстрации в его поддержку. Опросы показали, что около 67% израильтян сочли его действия правильными. Этот солдат настоящий герой и обвинять его в убийстве нелепо и стыдно. Мы воюем с террористами. Это война, не прогулка. И наши солдаты нуждаются в поддержке. Премьер-министр Бениамин Нетанягу действия солдата сначала осудил, потом поддержал. Многие известные политики тоже высказались в том же духе. Мол, война не прогулка, а солдаты это вчерашние дети. У нас нет военно-полевых судов, а есть нормальный суд. И пусть он разбирается, кто и как действовал. От себя добавлю, по мне, так мертвый террорист лучше, чем мертвый солдат. Случай этот снова породил дискуссию в обществе, как должна действовать армия на палестинских территориях. Одни говорят в соответствии с высокими моральными принципами. Другие, какие тут принципы, когда на солдат нападают чуть не каждый день. Речь идет о том, что весь стресс, который испытывают эти молодые 18-19-летние ребята, которые, собственно, находятся все время под опасностью потери своей жизни, это все нам не дает права судить их так, как мы судим людей в обычных ситуациях. Солдата в итоге обвинили в непредумышленном убийстве. Он сейчас под домашним арестом. Разумеется, с точки зрения формальной юриспруденции, какое уж тут непредумышленное, если человек аккуратно прицелился и всадил пулю в голову лежащему на земле террористу. Но в том-то и штука, что террористу, который за две минуты до этого пытался убить его товарища. Сергей Узлендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. У сатиры тоже есть границы. Немецкий канал CDF убрал с сайта поэтический шарш о президенте Турции. Почему? Расскажет Татьяна Лагунова. Редакционные стандарты и лицензура. Немецкий канал CDF, один из крупнейших в стране, убрал из своей медиатеки сатирический ролик с критикой президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Причина – запись не соответствует стандартам канала. Двухминутный ролик о Эрдогане, который был показан в эфире сатирического шоу в четверг вечером, на сайте CDF уже не найти. Он удален из медиатеки и вырезан из программы. Но в интернете осталась копия. На видео известный сатирик Ян Бэмерман зачитывает оскорбительный стих про президента Турции, чтобы таким образом на пальцах показать грань между шутками, которые допустимы, и оскорбительной критикой ниже пояса, которая и в Германии запрещена. Это был своеобразный ответ юмориста на скандал между Германией и Турцией, разгоревшийся на этой неделе, и тоже из-за сатиры. Анкаре не понравилась песня об Эрдогане, которая прозвучала на другом немецком канале НДР. Хотя она, в отличие от стиха на CDF, была довольно безобидной. Вот краткое содержание. Мол, президент Турции, босс Босфора, живет на широкую ногу, очень гневается, когда речь идет о свободе слова, а журналисты, которые его критикуют, попадают в тюрьму. Тем не менее, Анкара обиделась. МИД Турции вызвал на ковер немецкого посла для объяснений. А защищать право журналистов на критику пришлось даже пресс-секретарю немецкого правительства. На ролик, показанный в эфире CDF, официальная Анкара пока никак не отреагировала. Скорее всего, после удаления материала из медиатеки, инцидент считается исчерпанным. Но немецкие журналисты пишут сатирику, читавшему оскорбительный стих. В Турцию лучше не ездить. Затем Лугунова Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сколько выручил за свой автомобиль Папа Римский? И как по случайности обычному американцу удалось разбить военный самолет стоимостью 60 миллионов долларов? Посмотрите в нашем обзоре. Тюремный мятеж на северо-востоке Индии. В городе Варанаси взбунтовались заключенные. Возникла потасовка с полицией. Слышны были даже выстрелы. Есть пострадавшие, среди которых как сами заключенные, так и правоохранители. Что стало причиной бунта, разбирается полиция. Поверь всем мятежникам, их гнев вызвал жестокое поведение охранников за стенка. В Калифорнии внедорожник въехал на военную базу и снес хвост истребителю стоимостью в 60 миллионов долларов. В полиции уверены, это не была целенаправленная атака. Все получилось случайно. Полицейские увидели стоявший на дороге джип. Когда же попытались подойти ближе для проверки, автомобиль сорвался с места. Во время погони джип и протаранил ворота базы. В машине находились два человека. Мужчина за рулем и женщина-пассажир. Оба погибли. Одруманивающий дым поднялся в небо Панамы. Местная полиция огнем взялась уничтожать наркотики, изъятые у контрабандистов. Сожгла более 6 тонн кокаина, 2,5 тонны марихуаны и несколько килограммов героина. Все это происходило на окраине столицы. Близко панамцы к месту ликвидации наркотиков подойти не могли. Но вот запах даже на расстоянии хорошенько чувствовали. 300 тысяч долларов за папский автомобиль на онлайн-аукционе продали черный фиат понтифика Франциско, который он использовал в ходе визитов США в прошлом году. Автомобиль приобрел миллионер Майлдс Надаль. Начальная цена составляла всего 10,5 тысяч долларов. Но за две недели торгов возросла почти в 30 раз. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность и поддержку католических школ в Нью-Йорке. 250 тысяч долларов на свадьбах быка и коровы потратили фермеры индийского штата Гуджарат. Обряд провели в лучших традициях, придерживаясь всех ритуалов. В торжестве приняли участие более 300 человек. Гости прошлись колонной от деревни жениха к деревне невесты. Самих животных везли на автомобиле. Подобная свадьба индусов не удивляет. Говорят, это наименьшее, что не могут сделать для священных в Индии животных. Хай-тек для домашних питомцев. В Токио открылась необычная выставка. На ней представлены технические новшества, предназначенные исключительно для животных. Это и беговые дорожки для собак, и автомобили, и даже автоматы для кормления. Последними можно управлять даже с помощью мобильных телефонов. Если вдруг хозяин четырехлапого задержится на работе, питомец голодным не останется. Столичная пейзажная аллея, или, как говорят киевляне, пейзажка к лету, станет еще более живописной. Как изменится любимое место горожан, расскажет Ольга Теребинская. Лестницу, соединяющую пейзажную аллею и воздвиженку, построили еще в 80-х. И с тех пор ни разу не реставрировали. После недавней инспекции решили, ступеньки пора менять. Проводили конкурс идей, где были 7 вариантов представлено, какие должны быть сходы на воздвиженку и на Андрейский воздвиженку. И вот это победитель конкурса. То есть, должно быть металевая основа сходов и деревянные сходы. То есть, они будут сделаны из дуба. Сама конструкция, по словам активистов, будет широкой и надежной, чтобы выдерживать, например, группу туристов. А между ступеньками планируют построить небольшие площадки с лавочками. Гору бюджету такая красота обойдется в 15 миллионов гривен. Закончить строительство планируют уже в июне. Облагородят и аллею возле лестницы. Начали работы уже сегодня. Мы вышли сюда для того, чтобы здесь все расчистить облагородие. Здесь очень красивые видовые места, поэтому мы почистили здесь сухостой, почистили молодую поросль. Очистим сейчас аллею от песка, от земли и поработаем с кем-то светом, чтобы здесь появилось освещение. До мая, обещают работники Зеленстроя, аллея будет уже расчищена. Но вот с освещением придется подождать до конца лета. Пожелания и художников, пожелания и активистов, и жителей ближайших домов мы учитываем для того, чтобы сделать эту аллею по-настоящему жемчужиной города Киева. Чтобы она отвечала тем стандартам нашего города, который хочет стать по-настоящему европейским. Присоединился мэр также и к работам по озеленению пейзажки. Сегодня здесь появились десятки новых деревьев. Ольга Теребинская, Андрей Костюк. Подробности. Телеканал Интер. Закончим выпуск анонсом. Завтра в 20.00 не пропустите подробности недели. И вот о каких темах с вами хотят поговорить авторы программы. Не пропустите в подробностях недели. В 8 вечера в это воскресенье. Доллар уходит в тень. Стоит ларек. Он зарабатывает как минимум 3-4 тысячи долларов чистого прихода. Атаки на гривну. Менялы раскачивают курс. Черное дно украинского рынка валют. Кто на нем наживается? Коалиционная мозаика. Лепили, лепили, но недолепили. Коалиции в парламенте по-прежнему нет. За что торгуются парламентские фракции? Никто не приманяет, не перекупляет, не перелякает. И когда эти торги закончатся? То, что быстро родится, то криво родится. Визит со многими неизвестными. О чем удалось договориться в Вашингтоне Петру Порошенко? Эксклюзивные детали переговоров президента с первыми лицами Америки. Смена караула. Нынешняя волна дембеля будет самая масштабная за все два года боев на Донбассе. Команда сдать все. Машину отдам, шеврон оставлю. Кого теперь накроет новая волна мобилизации? Главные темы в прямом эфире. В подробностях недели ровно в 8 вечера в этом воскресенье. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Прощаюсь ненадолго. До встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова